Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами уже переступили эту черту, вступив в Новый год. А значит, у нас опять есть необходимость этот день, месяц и год стартовать вместе с Богом, как с жизнедателем, вместе с тем, который точно знает, ради чего он нам дает эти уроки принимать, предыдущих лет, и какие нам еще задачи предстоит с вами выполнить. Ведь это так важно понимать, что мы не можем выполнить другую судьбу, прожить другую судьбу, но как много людей желают подражать кому-то и свое теряют. Поэтому я желаю, чтобы мы подражали только в ценностях, но не в программе жизни. Программа жизни у каждого своя, и выполнить мы ее можем тогда, когда мы получаем арсенал Божьих возможностей для нашей судьбы, для нашего призвания. А призвание обеспечивается, друзья. Поэтому я верю, что у вас все дары и таланты уже внутри вас сокрыты. Надо их просто доставать, реализовывать, распечатывать, и тем самым благодарить Бога и прославлять Его результатами своей жизни. Поэтому сегодня, вступая в Новый год, я хочу продолжить говорить о Екклесиасте, проповеднике, Соломоне, который опять же в этой восьмой главе сказал слова с пятого стиха. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает время и устав». Вот этот девиз я хочу взять на этот год, предстоящий вместе с вами, чтобы было сердце мудрое у каждого, чтобы знать время и устав. Тогда, когда мы не перепутаем сезоны, когда мы не перепутаем свое призвание, ни с кем, ни с чем, а знаем время и устав, тогда мы и плодоносны, тогда мы влиятельны, и тогда зрелость, как результат, приходит в нашу с вами практику жизни и собственное сердце. Когда внутренний человек зреет, когда платформа для этого внутреннего человека укрепляется Божьим Словом, Божьим ресурсом и Духом его. Это такая огромная ценность. Поэтому да поможет нам Господь в этом году знать время и устав, и все делать вовремя. Не перепутать сезоны, не перепутать семена, не перепутать свое окружение, но быть в числе тех, кто его точно хорошо взвешивает и знает. И тогда, когда мы понимаем, что для каждого есть дня своя забота, свои возможности, свои ресурсы, ну вот дальше есть шестой стих, потому что для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, кто скажет ему. Мы вступаем в Новый год, и мы на самом деле не знаем, какой он будет для каждого из нас. Но какая благодать для нас дана в том, когда мы знаем того, кто знает наш финиш, кто знает каждый день грядущего года гораздо лучше, чем мы можем вспомнить каждый день предыдущего года. Потому что мы сами его прожили, но мы не можем вспомнить детали прошедших дней в году. Какие-то отдельные события, конечно, но и то надо вспоминать, в какой день это происходило. А когда мы говорим о нашем Боге, Он знает все наперед так качественно и так детально, что это просто удивляет и радует. И Он даже предупредил нас через пророка Исаию, что Он видит конец и изначало. Поэтому год только начинается, и Он уже видит наш финиш. Если человеку великое зло от того, что он не знает, что будет, то мы знаем Бога, который знает, что будет. И значит, мы свободны от этого зла. Значит, мы защищены от того, что может нас разрушить или каким-то образом поймать в ловушке. А Он знает, что выход нам готов, и Он никогда не опаздывает. Слава Богу за то, что у нас с вами есть такая удивительная возможность к Нему обратиться на старте этого года и передать Ему весь год нашей жизни. Потому что 8 стих. Человек не властен над Духом, чтобы удержать Дух. И нет власти у него над Днем Смерти. И нет избавления в этой борьбе. И не спасет нечестия нечестивого. А праведника спасает Господь. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы на старте этого года, 2024, 1 января, говорим с Тобой о том, что нам Ты нужен в каждом дне грядущем. Чтобы все те события, которые нас ожидают в грядущем году, они были лицензированы небом, они были подписаны Тобой, а нами реализованы на полный плод. И я благодарю Тебя, что с Тобой мы это можем сделать. И пусть благословение Твое, которое обогащает и печали не приносит, войдет в каждый дом, войдет в каждое сердце. И те, кто многое мог потерять за прошедший год жизни, чтобы мог найти в этом году Твое утешение, Твое исцеление, Твое преображение и веру в живого Бога как дар. И я благословляю каждого принять этот дар от Тебя и не отдать его на разочарование, не променять его на боль, не променять его ни на какие утраты. Я благодарю Тебя, Господь, что все возможно верующему. И мы говорим, год наступивший, будь благословен. Мы Тебя приветствуем и принимаем как Божий подарок в нашу жизнь под Божьей защитой и Божьим покровом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Добрый путь, друзья. До новых встреч. До завтра.